Здравствуйте! Меня зовут Ольга Демьянова, и я валяю по мокрому с 2009 года, в основном по мокрому. И кто знает меня, знает, что я большой любитель кардачоса коридейл, но я также большой любитель поэкспериментировать и провести и научные, и какие-то художественные эксперименты с разными видами шерсти. Особенно, когда появляется что-то новенькое, когда делаешь всё время одно и то же, одно и то же, а тут что-то новенькое уже очень хочется попробовать. Поэтому я сейчас вам немножечко расскажу о своих экспериментах, и потом вы сможете всё ещё посмотреть, пощупать уже после наших посиделок. Очень хорошо, что Оля всё рассказала про сливер, который вот здесь как раз у нас представлен. Вот я про него тоже сейчас продолжу дальше, про этот сливер. Значит, вот беленький – это отечественный сливер, вот в большой бобинке – это троицкий сливер в ленте, практически уже в ленте. А вот в этой вот бобиночке – это мериносовый сливер, тоже российского производства. Ну, Оля убежала. По-моему, происхождение у них примерно, в общем, из Карачаева-Черкесии одинаковое. Ну, Карачаева-Черкесия, в общем, да, вот. Примерно вот там, да. Происхождение этого сливера. Ещё здесь на столе лежит сливер новозеландский, вот этот серенький. Потом можно будет аккуратненько всё пощупать и понять просто разницу. Это сливер Меринос, да, Наташа? Мериносик, он очень нежный. Они отличаются не только по цене, но и по своим свойствам, все эти сливеры. Вот вроде сливер, да, одно и то же название. Но всегда нужно быть готовым к тому, что отличается. Поэтому вот про вот этот сливер я только скажу, что его часто используют в одежде. Мастера, те, кто валяет одежду, это такой лакшери-материал, который очень хороший, очень дорогой. Один из самых дорогих материалов, вот хотя тоже сливер, тоже, ну, по сути, полуфабрикат, да. Если грубо сказать, в двух словах там, в одном даже, сливер это такой полуфабрикат. Уже не кардачос, но ещё и не лента. Но эта шерсть хороша тем, что она натуральная, она не крашеная. Вот она ещё не крашеная. Для нас это большой-большой плюс. Какие ещё есть плюсы и минусы? Давайте я вот этот вот новозеландский чуть-чуть отодвину, чтобы он был уже отдельно, а российский предвину. Вот скажите, видно, может быть, кто-то уже, конечно, потрогал, попробовал, но вот сейчас, когда вы смотрите издалека, видно, что у них общего? Вот у этих двух видов шерсти. Совершенно верно. Вот цвет. А всё остальное, ну, как на мой вкус и взгляд, так оно отличается. Вот всё отличается дальше. Оля объяснила, почему, да? Потому что немножечко разным способом это всё произведено, но, тем не менее, всё равно сливер. Давайте разбираться, в чём же отличие. Вот я сейчас вытяну прядочку из сливера Троицкого. Вот такая прядочка, вот такой длинный штаппель. Сейчас я её так раз. Теперь я вытяну прядочку из сливера вот этого мереносного. Больше на очёс похож. И тоже рядышком по... О, кстати, про очёс мы ещё не поговорили. На Семёновской фабрике, да, очёс есть. Многие с ним сталкивались, когда мы только начинали валять там 10-12 лет назад. И он тоже как-то у них, по-моему, назывался как сливер. Но по факту он, по-моему, очёс вот прям такими вот комочками. И тут вот, когда Алёна выйдет поступать, может быть, она получше меня скажет, расскажет, для чего нужен тот Семёновский сливер-очёс больше. Ну, конечно, его использовали там, чтобы набивать там что-то, да, или внутри делать какую-то основу для игрушек по-сухому. В Алёне он как-то не очень прижился. А здесь вот смотрите, вот такая вот разница в длине штапеля. Сливер троицкий, да, и сливер вот этот новый мереносный. Вот хорошо на мне видно, да. И, в общем-то, ну как бы, ну, что там, длина штапеля. Но от этого зависит очень многое. Во-первых, раскладка. Я пока только небольшие вещи вот из этого измереносного сливера делала, но уже поняла, что раскладка, конечно, займёт больше времени. Больше прядок вам нужно выдернуть. Больше раз рукой, да, сделать больше вот этих движений во время раскладки. Раз. Два. Усадка, собственно, шерсти происходит по длине волокна. Вернее, усадка шерсти, когда она валяется, превращается в войлок, да, происходит по длине волокна. Каждая шерстиночка становится такой вот извилистой, сцепляется с соседками, и они все сжимаются. И в основном усадка идёт вот в длину. Вот если мы всё положим, всю шерсть в длину, она, конечно, и в ширину тоже наше полотно сядет, но в длину будет усадка гораздо больше. И когда у вас штапель длиннее, то и усадка у изделия будет больше. Всё логично, да? Что, в общем, подтвердили мои опыты. Но я это делаю на небольших пока работах. Вот когда девочки, кто нас валяет одежду, доберутся, и они расскажут ещё, как это ведёт себя в одежде, будет тоже очень интересно. Мы будем ждать. Значит, что ещё у них? Оль, что по Тонине, подскажи мне, я забыла. По Тонине, вот, что заявляет производитель? Троицк заявляет 23 микрона. Это Грозненский Меринус, в принципе. Да, да. А Камчевская шерсть заявляет от 23, ну, то есть, в зависимости от производителя, до 30 микрона. Вот, да, здесь Тонино чуть побольше. Я просто, честно говоря, забыла вот эти вот данные. Но когда начала валять, то это, ну, очевидно, для тех, кто валяет, прям вот, очевидно, в руках шерсть отличается и вот в таком виде, и уже в работе. Вы тоже всё это посмотрите. Я сейчас покажу вам, где можно будет потом пощупать. Это вот Троицкий сливер, образецчик из него. И вот эта вот прихваточка, она уже вот из этого Меринусного сливера можно будет это пощупать. Значит, вот такое отличие. Разная Тонина. Но валяются оба хорошо. Валяются отлично. Потому что шерсть натуральная, не крашеная. Краска ей ещё щетиночки вот эти не обожгло. Она, ну, мы все знаем, натуральная шерсть валяется лучше, чем любая другая крашеная. И с крашеной тоже прекрасный вылог получается. На усилий чуть больше просто нужно применить. Так, дальше. Я себе записала просто, чтобы не забыть. Что ещё, какие отличия. Вот здесь, наверное, видно даже с дальних рядов. Троицкий сливер, он чуть более такой, больше в нём мусора. Да, это видно. Ну, то есть чуть поменьше, наверное, обработана просто шерсть. Ещё раз прочешут, получат цвет суровый. Там не будет мусора вообще. Там всё будет ок. Но тут мусор есть, и на образце вот это тоже очевидно, что он есть. Поэтому троицкий сливер зачастую используют именно как подложку, как внутренний слой для какого-то другого уже там декоративного слоя. И он прекрасно работает. Он сам сваливается, даёт к себе приваляться там чему-то в меру. Не сильно пробивает вот этот верхний декоративный слой. Поэтому шерсть для основы работы вообще вот такая. Люблю её. Значит, здесь более чистый вариант. Безусловно, здесь мусора прям поменьше. И на работе тоже вот видно, да, вот, посмотрите. Троицкий и вот этот мериносный. Я ничего не доставала специально, потому что, ну, тут такая работа, которая подразумевает, что можно весь мусор оставить, и это будет только лучше, только в плюс, да. Ничего не доставала, никаких мусорных штучек. Но вот у Троицка тут поменьше каких-то, знаете, грубых. Вот если встречаются, то какие-то травинки, былинки, репеек не так много. А здесь, если вот встречаются, они прям вот такие репейки жёсткие, но их меньше гораздо. Вот это тоже имейте в виду, когда будете делать какую-то работу. Так, поскольку длина штапеля разная, то и раскладочка, на мой взгляд, должна быть разная у этой шерсти. Сейчас объясню, в чём дело. Значит, когда вы положили троицкий сливер, ну, там, допустим, ортогонально, да, как мы обычно кладём, один слой в одном направлении, второй слой в другом направлении пошёл. И всё, они стабильные. Основа и уток. Вы их намочили, они сцепились, как бы всё нормально, дальше пошло валяние. Не очень, ну, чем толще слой, тем больше будет немножко раскладка расползаться в процессе того, как мы её мочим и на неё там надавливаем, да. Чем толще слой, тем больше она разбегается. Поэтому там есть свои особенности, когда вы раскладываете толстый войлок, то вы не делаете больших припусков. За этим следим всё время. Так вот, когда я стала раскладывать вот этот вот сливер, он, его разложить чуть-чуть посложнее, ровно, потому что он такой вот, ну, недовытянутый. Здесь троицкий, он более уже вытянутый, да, как Оля сказала. А этот совсем такой вот действительно, как кардачос. Может быть, стоит ещё с ним и вот так вот попробовать поработать. Ну, поэкспериментируем. И мы, и вы потом определимся. Хотя, конечно, сложно и так его растянуть. Ну вот, а когда ты его раскладываешь тонко, ну, тут довольно сложно сделать это ровно, но есть мастера, которые попробовали, у них получился, они расскажут, как. Но я, в общем-то, такой адепт плотного вылока, я кладу много слоёв. Поэтому у меня, ну, по-любому, изделие будет, в общем, ну, плотное и однородное такое, относительно. Я, конечно, не машина, тоже вообще далека от идеала. Но я делаю много слоёв. Поэтому получается всё равно однородно. Но вот это вот много слоёв, даже вот четыре слоя, например, на прихваточке, как только я начала мочить вот эту шерсть, она начала прям вот расползаться, за счёт того, что коротенький вот этот вот штапель, да, он не так хорошо держится, как вот этот длинный, друг за друга вцепились они, и держится уже, особо не растянешь. Даже при той же раскладке вдоль и поперёк, разбегается шерсть прям вот в мокром виде, она прям вот... То есть здесь вообще припуски делать не надо. На мой взгляд, вот... И лучше попробовать на чём-то без шаблона сначала, понять немножко этот материал. То есть вот работа в плоскости сначала очень рекомендую. Для этого, собственно, мы сегодня будем проводить тестирование, чтобы именно вот в плоскости попробовать поработать с этой шерстью и понять, как её можно увалять, да, какой у неё коэффициент усадки, вот для этой толщины конкретно, ну и какими приёмами можно уваливать, собственно, эту шерсть. Ну, я не увидела особой разницы между приёмами валяния троицкого сливера и вот этого мереносного сливера. На мой взгляд, приёмы валяния больше зависят от того, что вы валяете. Что-то тонкое валяете, что-то плотное или что-то такое большое, как одежда. То есть, ну, там приёмы уваливания всё равно какие-то свои всегда, да? Вот. Вот такая разница. Значит, на это обратите внимание. Разбегается вот прям как только мочишь. Но поймать можно, поймать и собрать вполне можно. Вот. Ну и поскольку здесь штаппель длиннее, а здесь короче, то коэффициент усадки, на мой взгляд, вот у этой шерсти у мереносого сливера меньше, чем у троицкого сливера. Вот это было сделано из одинакового количества шерсти на одном и том же, как бы, ну, такой не шаблон, а, как это назвать, трафарет, да? Вот. Одно количество шерсти, одни, в общем-то, приёмы валяния, размер раскладки одинаковый, разница вот такая. У меня, правда, рука немножечко травмирована, может, у меня есть сил, там не хватало довалять. Ну, как бы, для прихватки подставки этого достаточно. А так вот, имейте в виду, при прочих равных условиях, всё-таки мне показалось, что вот здесь усадка ближе к моему любимому кардачуцкой ряды. Вот такая усадка. Ну, про вот эти вот скажу, да, где-то 1,4 у троицкого сливера, вот при такой толщине слоя, и 1,25-1,3 при вот, вот у этого сливера. Ну, это вот при этой толщине, при тех приёмах, которые я использую. Другая толщина слоя, другие приёмы, будет немножко по-другому всё, да? Поэтому пробуйте, обязательно делайте какие-то пробнички. Я за то, чтобы эти пробнички были применимы потом в хозяйстве. Поэтому, собственно, все наши тестирования у меня построены так, что мы делаем что-то такое, что можно начать, закончить и уже прям подарить сразу. Мы в прошлый раз делали каллы, тестировали материал, да, как они сочетаются, и уже подарили, и уже у нас есть приятные отзывы от потребителя. Вот ещё хочу сказать, что вот эта вот калла тоже сделана вся из отечественных материалов. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот этот новый сливер, то есть можно это потрогать, потом будет посмотреть, да? И ещё, ну, плюсы очевидны, в общем, плюсы этой шерсти очевидны. Но для меня как бы есть всё-таки минус в том, что цвет только один. Вот один цвет. Я привыкла всё-таки к кардачос кориделу 135 цветов. Ну, шо ж, всё когда-то меняется. И если мне хочется какого-то цвета добавить в работу, хотя я очень люблю какие-то монохромы, там серенькие цвета, то, значит, чем можно, в принципе, оживить, освежить и раскрасить эту шерсть? Можно добавить немножечко декоративный слой другой шерсти. В принципе, ну, любой, какой у вас есть шерсть, и шерсть всё равно сваляется. Можно добавить волокна декоративные. Прекрасно приваливаются. Вот здесь вот вискоза привалена вот к этому вот сливеру. Вот здесь вот к сливеру же к этому привалена шерсть разных видов, вискоза. Всё отлично приваливается, держится, и даже я бы сказала, что не очень вот эта вот основа забивает этот декоративный слой. Ну, надо знать, когда и как это делать, конечно, но такой вариант работы очень даже уместен. Прекрасно приваливаются ткани. Ну, честно говоря, этот кокошник из коридейла свален, но я уверена, что и просто я с троицким сливером когда работала и приваливала ткань, великолепно приваливается, и тоже как основа отлично работает. Это шерсть Павлова-Пасадский, платочек, да. Да нет, я бы сказала, если увалять, так это... Ну, придём, ну, сумку не валяла, поэтому прям стопроцентно вот врать не буду, да, сейчас, просто в такой толщине, да, ещё не валяла. Вот то, что попробовала, то сегодня и будем пробовать, вот с девочками, кто придёт на тестирование. И, ну, я хочу сказать, что вот по ощущениям, как бы, ну, мне же не нужно так, чтобы это было прям, как там, лезвие какое-то, держит форму, что приятно. ну, танина всё-таки 23, там, и до 30, я так, они не могут прям вот вам, ну, сделать, как какая-то европейская фабрика, там, чётко попасть, там, танина 22,5 микрона, всё. Ну, извините, от 23 и до 30, там, да, микс такой, этих шерстинок, но это даёт хорошую такую вот основу. Вот троицкий помягче, на мой взгляд, немножко, но я прекрасно делаю из неё банные шапки, так что думаю, что и сумки тоже вполне можно делать. Это пожёстче немножко. Вы потом, когда подойдёте после посиделок, пощупайте. Здесь есть ещё разница в готовом войлоке. Ну, естественно, да, вот здесь она есть, и вот здесь есть. Полотно разное. Троицкий сливер такой более гладкий, более такой мягонький, несмотря на мусор. А вот этот вот мереносный, он такой с пушочком. С пушочком, по ощущениям, ну, как бы, немножко другой. И ещё какой плюс у этих двух сливеров? Там нету ости. Нету ости. Ничего не кусается. Не кусачая шерсть. Что очень приятно. Потому что, ну, вот, ту же калу тоже потрогает. Здесь вот карачаевская шерсть, которая, ну, просто вот карачаевская шерсть, я не знаю, как она там маркируется ещё. Ну, можно почувствовать разницу. Вот я специально ничего не брила, тут не палила, я вообще этим не люблю заниматься. Поэтому тут всё вот очевидно, можно это посмотреть. Вот, кстати, этот китёнок, он свален тоже из вот этого вот нового сливера, мериносного. И у него декоративный слой. Вот там нашёлся у меня кусочек вискозы и кусочек мериносы такого цвета. Нормально, в общем, сохраняется вот этот вот цвет, не забивает его сильно основа. Я там ничего не брила тоже, поэтому можно посмотреть, как это всё работает. Очень хорошо совмещается. Вот, значит, декоративные приёмы, какие можно. Поняли, вискоза, там, ну, другие волокна, другая шерсть прекрасно приваливается, естественно, ткани. Что ещё я сказала? Это я сказала, это я сказала, или покрасить. Вот, или покрасить. Но у нас сегодня будут выступать профессионалы в области крошения, и вы всё посмотрите, как это профессионально там можно красить. А я, если мне нужно что-то покрасить, я дома использую то, что у меня есть. Вот, то, что у меня есть в хозяйстве. У нас у всех это есть. Значит, вот этот блинчик, я вот сделала под вышивку такой блинчик. Это просто троицкий сливер здесь. Просто такая, ну, как маленькая билеточка такая свалена, в рамочку взят, и потом на нём так приятно вышивать, вот на этом шерстяном полотне. Я не умею вышивать, я не, ну, как бы тут я не профессионал, мне нравится, но это вот просто, ну, тут самые простые стежки, вот самые простые стежки, какая-то картинка мне попалась, и я решила, что я примерно так и сделаю. А потом думаю, ну, что у меня всё будет на одном цвете-то, надо же другой какой-то цвет. Краска у меня дома нет. Догадались, что это, да? Сначала чай был, бледновато, потом кофе пошло в кофе. Растворимый кофе обычный. Если мне это не стирать потом, как шапку или тапки там постоянно, то для декоративных целей прекрасно подходят какие-то вот вещи, те, что есть у нас под рукой. Значит, вот это чай, потом кофе сверху. Калла стоит. Здесь, знаете что? Ну, кто красит, знают. Куркума. Куркума. Просто горячий раствор, хорошо горячий. Прям кипятком развела. Куркуму положила туда вот этот вот лепесток. Полежал, я потом его вымыла, прополоскала в холодной воде, постирала. Для декоративных целей, вот, ну, если вы что-то делаете, вам не хватает цвета, почему нет? Вот здесь уже шерсть и волокна на листочке привалены. Там я уже сказала. Так, здесь, вот этот тапок, он свален из сливера, из Троицкого. Вот из этого сюда поставлю потом. И он покрашен. Я знаю, что многие были на тех посиделках, когда мы уже это обсуждали, но кто не был на посиделках, как вы думаете, вот тапки чем можно покрасить? Их же потом стирать нужно. Девочки, это просто. Это краска для волос. Краска для волос какая-то бюджетная, там, недорогая. Я красила себе волосы, а у меня стояли тапочки белые, которые я просто для эксперимента сваляла из сливера. Не, ну, смех смехом, но шерсть же тоже волосы, в общем, чё? И всё, мы же голову сколько раз там моем, да? А тапки за всю жизнь мы постираем, ну, может, раз 10. Ничего с ними не будет, этот краситель останется. И краска для волос ещё хороша тем, что она такая, знаете, она гелевая, она как бы, ну, её не нужно загущать. Если краситель, какой-то раствор, вы туда положили, ну, и всё, изделие практически всё покрасилось. Ну, может быть, вот, если окунули сначала мысок, то покрасится там больше, да, мысок. А чтобы, чтобы нанести какой-то рисунок, обычно краситель загущают чем-то. Окраска, она сразу крем. Вы можете и какие-то рисунки нарисовать, там, да, если нужно, клеточки, полосочки. Вы можете не всё изделие своё покрасить, как я покрасила, только верх. Ну, и прям подержала, но если голову мы там держим полчаса, минут сорок, то я в этом краситель подержала, там, ну, полтора часа постояла, и ничего, всё смыла потом, и прекрасный цвет, хочу сказать. То есть, любой цвет краски пока есть. Вот. Ну, конечно, как профессионально красить, всё вам сегодня расскажут. Я сейчас ещё одну минуточку вот отвлекусь. Знаете, на какую тему? Сейчас я хочу Наташу позвать, но мне ещё хочется вот один вам показать календарик, потому что, ну, возможно, сейчас какой-то будет такой шанс поработать, мне давно хочется поработать в каком-то вот прям монохроме, но невозможно же, когда такой выбор. А тут, может, знаете, жизнь сама подскажет, как работать. И у меня есть вот такой календарь, я знаю, что многие этого мастера, конечно же, знают, это календарь Иры Андреевой. И вот, вы знаете, это был, это был даже календарь на 19-й год, то есть мы встречались в 18-м ещё году, и она написала добра, тепла и мира. И кто не знает, обязательно посмотрите этот календарь и вот эти работы. Это простая, очень простая шерсть, а-ля деревенька, это руки, тепло. Ира себя не позиционирует, как валяльщик, давайте об этом сразу скажем, она позиционирует себя, как художник, но шерсть, это её материал, с которым она работает. И то, что она с ним делает, ну это волшебно. Ещё у нас есть вот там один ещё календарь, он уже не такой, не такой сдержанный в цветах, но это вот, я тоже принесла, просто, я не могу такие вещи выкидывать, они у меня хранятся, поэтому календарей можно будет полистать, это Оля делала на календарь на 20-й год, с дружественными там, хоккеистами, с мастерами с разными, тоже можно полистать, работаем. Покажите на последней странице Ксении Шенковской работой. Да, из простой шерсти, но это работы такие, мирового уровня, художественной силы необычайной. Ну, собственно, вот серые волки, это мои тоже, нормально вписываются в эту концепцию. У меня много зверюшек таких монохромий, так что, вот, значит, что я хотела сказать. И вот, еще разочек, вернусь к этому сливеру, который, я вам уже сказала, что это я раскладывала небольшое изделие, и поняла, что разбегается вот эта шерсть, как только я ее мочу. Наташа Смоленинова, у нас пошла дальше. Да, вот она сейчас выйдет и расскажет вам, просто она подтвердила мою мысль, как бы, поэтому дальше экспериментируем, сейчас Наташа выйдет и все вам расскажет про то, что она попробовала, да, потому что я, собственно, все, что хотела, я сказала. Вот. Если какие-то вопросы есть, давайте пока мы здесь, я, Наташа, мы что-то можем ответить. Все, тогда выходи, ты расскажешь, а потом какие-то, может быть, вопросы. вопросы.